В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. В рейде депутаты городского маслехата. Робототехника становится программным обучением в школе. День открытых дверей в зоне. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков посетил международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» в Караганде. Как изготавливают лекарственные препараты, насколько они эффективны и качественны. Для развития отечественной фармацевтической промышленности вводятся в эксплуатацию построенные и модернизированные новые фармацевтические предприятия, основанные по стандартным GMP. Отсутствие стандартных образцов в большинстве случаев существенно снижает качество экспертизы и не позволяет своевременно определить фальсификацию лекарственных препаратов. Председатель правления холдинга Академик Нанреспублики Казахстан Сергей Зеадикенов сообщил главе области, что холдинг и фармацевтический комплекс специализируются на производстве оригинальных лекарственных средств из растительного сырья. Их производственная мощность составляет 2 млн ампул, 150 млн таблеток капсул и 2 млн мягких лекарственных форм оригинальных конкурентоспособных лекарственных препаратов в год. Имеется собственная сырьевая база. В производстве задействовано 165 сотрудников. Выпускается 43 наименования фитопрепаратов, в том числе такие известные лекарственные средства, как арглобин, атеролит, саусалин, экдефит и другие. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» проекту оказана государственная поддержка на сумму более 25 млн тенге. Одним из крупных подразделений холдинга «Фитохимия» является ботанический сад. Мы получили хорошую, большую поддержку в лице главы региона. А именно, прежде всего, это восстановление статуса ботанического сада, карагандинского ботанического сада при холдинге «Фитохимия». То есть, прежде всего, будет поддержка в плане развития работ по восстановлению фондовой оранжереи. На базе ботанического сада сформирован гербарный фонд. Функционирует лаборатория ботаники и биотехнологии. Проводятся работы по строительству фондовой оранжереи. Благоустройство территории – одна из основных стадий освоения участка ботанического сада. Аким области интересовался спецификой работы холдинга, осмотрел лабораторию технологий фитопрепаратов, участок контроля качества и готовую продукцию. В ботаническом саду ему были продемонстрированы коллекционные участки лекарственных, редких и декоративных пород деревьев. Данный участок мы провели разбивку территории, привлекли порядка 58 различных древесных видов, это как хвойных, так и лиственных культур. Основной упор сделали на привлечение в Карагандинский ботанический сад холдинга фитохимия. Это с России, потом с Америки и редкие исчезающие виды нашего Казахстана. Заключены договора с европейскими компаниями на постановку оборудования и приборов микробиологической, биохимической и физико-химической лаборатории. Поставка оборудования ожидается в конце 2014 года. С выходом на проектную мощность в третьей очереди будет выпускаться 2 миллиона упаковок лекарственных средств в год. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Успевают ли подрядчики к сроку строить в Караганде жилье по госпрограмме? И как тратятся бюджетные средства на ее реализацию? Сегодня депутаты Карагандинского городского маслехата знакомились с ходом строительства многоквартирных жилых домов, которые возводятся по программе «Доступное жилье». Вместе с ними на объекты выезжала и наша съемочная группа. Когда «Доступное жилье» станет доступным для претендующих на него горожан? И как подрядчики тратят на строительство бюджетные деньги? Местные депутаты сегодня знакомились с тем, как возводят в Караганде многоквартирные жилые дома по госпрограмме. Первым делом посетили строящийся жилой комплекс в микрорайоне Шапогат, на месте которого ранее была Бесаба. Строительство здесь началось в 2012 году. Тогда одной из подрядных организаций стала компания «Отан», которой доверили строить блок секции номеров 3-4. Однако строители дело до конца так и не довели. Сегодня народных избранников встречали специалисты фирмы «Сартан». Они строят блок секции с 8 по 11. Как рассказали депутатам, на возведение дома были выделены 2 с лишним миллиарда тенге. Из них чуть меньше половины – бюджетные деньги. После сдачи в эксплуатацию в 10-этажном четырехблочном доме будут жить 160 карагандинских семей. Подрядчики заверили, что к концу текущего года управятся. Если они обязаны положить пол, допустим, ламинат, варианты вот эти не заказчикам у вас, вы их не просматриваете, что, а вдруг захотел, я не хочу здесь ламинат, я буду стелить, допустим, пол или линолеум просто на это. Нет, ну эти вопросы, в принципе, возможно согласовать, то есть такого характера с заказчиком, но только без ущеба, опять же, цены. На сегодняшний день 70% строительных работ в этих блок-секциях уже закончены. Осталось вставить окна и двери. Депутаты поинтересовались, как будут отапливаться многоквартирные дома и не возникнут ли проблемы. Следующим объектом стала многоэтажка на проспекте Шахтеров 37. Здесь тоже строительство началось два года назад. Компания «Оливия» уже почти управилась, даже начала работы по благоустройству. Сказали депутатам, что сдадут жилье в эксплуатацию в конце нынешнего октября. «Квартиры скольких комнат?» «Здесь одна и двух комнат. Получается, в подъезде идут четыре квартиры, две однокомнатные, две двух комнатных». Народные избранники также побывали в микрорайоне «Панель-центр» и на улице Белинского, что в Майкудоке, с той же целью, что и на предыдущих объектах. Народные избранники напомнили подрядчикам, что главное – не только построить жилье в срок, но и качественно, так как от этого зависит благополучие и безопасность горожан. Все увиденное депутаты обсудят вместе с чиновниками и подрядчиками на совместном заседании. Гульнур Жакена, Айден Жакан, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. С 1 сентября текущего года вводится в действие закон Республики Казахстан от 30 июня 2014 года об амнистии граждан Республики Казахстан, уралманов и лиц, имеющих вид жительства в Республике Казахстан в связи с легализацией ими имущества. Основной целью легализации является включение денег, ранее выведенных из легального оборота, в законный экономический оборот. Легализация способствует пополнению государственного бюджета, выведению денег из теневой экономики и освобождению граждан Казахстана, которые легализовали свои деньги от ответственности за совершение отдельных преступлений, административных правонарушений и дисциплинированных проступков, предусмотренными законами. Причина проведения легализации состоит в том, что казахстанский экономический рынок представляет собой перспективную сферу вложения капитала. В связи с развитием и становлением рыночных отношений в Казахстане, а также в условиях растущей международной взаимозависимости экономических отношений, роли и значения финансового положения граждан значительно выросло и продолжает расти. Благодаря легализации денег люди получат возможность участвовать в экономических процессах. Граждане будут иметь выборы инструментов для легализации денег. Во-первых, деньги можно хранить в банках второго уровня в течение пяти лет, получая при этом вознаграждение. Во-вторых, при желании досрочного использования денег их можно инвестировать в экономику путем приобретения ценных государственных бумаг. В-третьих, граждане могут приобрести объекты в рамках второй волны приватизации. Вы обратили внимание на статистику, которую она привела. Вот первая волна легализации, что она принесла для нашего бюджета, для нашей республики. Те цифры, которые она перечисла, они причитляют. Если гражданин, легализующий деньги, не хочет использовать вышеуказанные механизмы инвестирования, то он вправе распоряжаться своими деньгами на свое усмотрение, но при условии уплаты бюджет сбора в размере 10% от легализуемых денег. Поэтому инвестирование денег в экономику республики является более выгодным, так как освобождает от уплаты сборов. Ануар Сидрахим, Шалкар Аутумбеков, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб. Махагон. Мореный дуб. Темно-коричневый. Орех. И серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Казахстанский путь 2050 – единая цель, единые интересы, единое будущее. На пленарном августовском совещании обсудили вопросы реализации важнейших задач, поставленных главой государства Нурсултаном Назарбаевым перед педагогической общественностью. В Ахимате города Караганды перед началом нового учебного года состоялось традиционное августовское совещание работников организации образования. В текущем году августовское заседание посвящено теме «Инновационные стратегии образования как фактор устойчивого развития государства, общества и личности». Встреча прошла с участием Ахима города Караганды Нурваном Абукировым. На сегодняшнем пленарном заседании мы рассмотрим не только отдельные задачи, а инновационные стратегические направления развития образования города, которые позволят, сохраняя лучшие традиции и опыт образования, перейти на новые качества, отвечающие запросам времени. Не только учителя, но и все мы являемся участниками модернизации образования в стране, отметил Нурван Абукиров. Особое внимание уделялось вопросам дальнейшего повышения качества образования через развитие функциональной грамотности школьников, развитие инклюзивного образования, охвата школьников дополнительным образованием и совершенствование материально-технической базы школ. Как показал опыт развитых государств, в мире наблюдается неразрывная связь между качеством образования и экономическим ростом страны. Поэтому развитые государства для мощного экономического рывка вкладывали средства именно в развитие системы образования. В стране уже не первый год наблюдаются проблемы с воспитанием грамотных специалистов, как и кризис, нехватка ценных кадров, явление временное. Уже сейчас можно заметить, что руководство страны создает все усвоения для детей школьного и дошкольного возраста. Ануар Сидрахим Тулеген Рашитов, Бахтиар Роспанов, Первый Карагандинск. В карагандинских школах для одаренных детей внедрят курс робототехника. Из областного бюджета выделены средства на приобретение пяти классов комплектов по робототехнике на общую сумму 10 миллионов тенге. В этом учебном году в школах для одаренных детей Караганды появился курс робототехника, сообщил руководитель управления образования Карагандинской области Асхат Аймагамбетов. Партнером выступает российская компания Робо-Эд, являющаяся резидентом фонда Сколково. Образование должно меняться в зависимости от реалий современности. Наши дети живут в наукоемком, технологичном, насыщенном информации и коммуникациями мире. И сегодня у них вызывает интерес компьютерное программирование и современное конструирование, мехатроника и робототехника. Задача школы – развивать у школьников потребность в приобретении современных технических знаний, что особенно актуально в преддверии выставки Экспо-2017, отметил Асхат Аймагамбетов, выступая с докладом на традиционном августовском совещании работников образования. В Казахстане проходит масштабная акция «Менгалик ель» по пропаганде государственного языка. Караганда тоже приняла участие в решении глобальной задачи по практическому применению казахского языка. Послание президента страны «Казахстанский путь-2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее» направлено и на то, чтобы каждый школьник знал казахский, русский и английский языки. Результатом обучения школьников должно стать овладение навыков критического мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации. Но с развитием Казахстана повышается роль национального языка, как первоисточника социальных преобразований. Проведение широкой информационной работы по пропаганде государственного языка охвачены все регионы страны. В рамках этой акции будут распространяться брошюры как на русском, так и на казахском языке, чтобы любой житель нашей страны, вне зависимости от национальности, мог понять и также объясниться с любым прохожим. В этот раз во всех крупных городах Казахстана решено использовать как пропагандистский прием торгово-развлекательные центры, ведь именно здесь собираются и встречаются люди разных возрастов и разных национальностей. Здесь удобнее раздавать популярные брошюры по изучению государственного языка на бытовом уровне. А знание – это не просто сила, это шаг к пониманию друг друга. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. В областном департаменте уголовно-исполнительной системы уже в четвертый раз проходит ежегодный день открытых дверей. Родственники и друзья в этот день могут посмотреть, как живут заключенные. Любящие мамы, верные жены, совсем маленькие дети и внуки – все они пришли к своим близким в исправительное учреждение 159.5. Для людей, лишенных свободы, сегодня праздник. Не так часто заключенные могут увидеть своих родных и знакомых. Сегодня день открытых дверей, как правило, проводится уже третий раз, начиная с 2012 года, 2013-2013 год. Это делается для того, чтобы, во-первых, родственники нашего контингента, который здесь находится, поддерживали связь, видели наглядно, в каких они условиях отбывают наказание. В колониях делается ремонт многих помещений. На данный момент ведется капитальный ремонт в ванно-прачечном комбинате. Условия для заключенных тут хорошие. Лимит наполнения учреждения составляет 1010 человек. На сегодняшний день содержится 744 осужденных. Для того, чтобы попасть на день открытых дверей, можно написать письмо или позвонить руководству. Количество посетителей не ограничено. Впечатление у меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, до такой степени тут все, как администрация с ними, это все расстроено, все как стараются для них все. И мне кажется, им тут так понравится. Ну, желательно, чтобы не нравилось сильно. В день открытых дверей для заключенных и гостей устраивают концертную программу и обход по отрядам. На базе учреждения для заключенных работают школы. Они даже могут получить образование и, отбыв срок, работать по выбранной специальности. Гуманизация исправительной системы дает возможность для отбывающих срок начать жизнь заново, но не с чистого листа, а с накопленным профессиональным и социальным опытом. Лариса Хусынова, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Карагандинец Аблайхан Жусупов стал олимпийским чемпионом. Наш боксер одержал победу в финале 2-й юношеской олимпиады в Нанкине. В сложном бою против кубинского спортсмена Алана Лимонти Бадата наш боксер одержал победу. Это победа и карагандинской школы бокса. И в завершении выпуска объявления городского маслихата. Карагандинцев приглашают на очередные публичные слушания по наименованию нескольких улиц Кунгеи и в районе старого аэропорта. Уважаемые карагандинцы, доводим до вашего сведения, что в соответствии с поступившим постановлением Акимата города Караганды о внесении на рассмотрение карагандинского городского маслихата материалов по присвоению наименований улицам города Караганды постоянной комиссии по вопросам прав человека, законности, этики, наград, регламента наименований и переименований карагандинского городского маслихата объявляются публичные слушания по вопросам наименования улиц микрорайона Кунгеи, микрорайона городской аэропорт. В связи с этим приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях, которые будут проведены 10 сентября текущего года в 18 часов по адресу город Караганда, улица Муканова, 41, здание химического факультета Каргу имени Букетова. Регистрация участников начинается в 17 часов. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Аман Сау Болгстар. Субтитры создавал DimaTorzok